Сегодня в Чернорморске, это бывший Ильичевск, наконец объявили приговор в деле о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. Этого момента подсудимые ждали более трех лет, причем некоторые все это время провели в СИЗО. Какое решение вынесли судьи? Об этом далее в материале. На скамье подсудимых 19 человек, пятеро под стражей. Все по данным следствия представители антимайдана. 2 мая 2014 года якобы участвовали в первом эпизоде трагедии, беспорядках в центре Одессы, когда во время столкновений между проукраинскими и пророссийскими силами погибли 6 человек. Прокуратура просит для обвиняемых от 8 до 15 лет тюремного заключения. Дело слушали три года в разных судах и вот в Черноморске выносят приговор. Меры безопасности беспрецедентные. Даже пожарные рукава протянули на случай поджога здания. Активисты их здесь около сотни не скрывают. Готовы к радикальным мерам, если суд отпустит обвиняемых. Сейчас нужно довести справку до конца, их до тюрьмы и все будет нормально. Когда будет вырок, уже увидим, что будет. Мы налаштованы радикально. А вероятность такого приговора высока, считают общественники, которые мониторят процесс. У следствия никаких улик и доказательств. На недочеты обвинители указали и судьи. Главный свидетель обвинения постоянно путался в показаниях. А представленные прокуратурой доказательства зачастую просто невозможно использовать. Например, фото или видеозаписи. Выскористки, члены над ней стороной обрывачено фото, это видом отряда из Монтона. Это не оригинал. Еще выключаем, можно выносить проверку на достоверность. И с указанием над этим доказательством сомнений. Еще около часа судьи зачитывали различные нарушения, допущенные следователями. В итоге выносят вердикт. Все 19 подсудимых оправданы. С пятерых арестантов прямо в зале суда снимают наручники. В том числе и Сергея Долженкова, которого следствие считало организатором беспорядков в центре Одессы. На обжалование приговора у прокуратуры теперь есть 30 дней. Напомню, что касается второго эпизода майской трагедии. Это пожар в Доме профсоюзов, при котором погибли 42 человека. Расследование продвигается очень медленно. И когда завершится, неизвестно. Данил Сниссер, Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер, Одесская область. Но приговором дело не завершилось. У здания суда начались потасовки. Андрей Анастасов следил за развитием событий. У него узнаем все детали. Андрей, здравствуй. Расскажи, из-за чего и как начались столкновения. Тебе слово. По последней информации, после того, как суд огласил свое решение, активисты, которые собрались под зданием суда, начали строить там баррикады. Они, в частности, начали разбирать брусчатку, стаскивать туда какие-то палки, палеты, камни. И в итоге это все они делали для того, чтобы заблокировать таким образом выезды из здания Ильичевского городского суда с тем, чтобы автобусы не смогли вывезти оттуда оправданных людей, 19 оправданных людей. И в итоге начались потасовки с правоохранителями. В итоге активисты попытались прорвать оцепление, при этом бросали в правоохранителей камни, бутылки с водой, палки. Среди полицейских даже взорвался взрыв в пакет. В итоге обе стороны и правоохранители, активисты, применяли слезоточивый газ против друг друга. Правда, еще непонятно, кто это сделал первым. В результате полицейским все же удалось оттеснить активистов и создать вокруг здания суда двойной кордон. И вот уже после этого им удалось вывезти из здания суда оправданных людей и вывезти их на автобусах. Но, кстати, выйти на свободу сегодня удастся не всем из них. Дело в том, что двоим, это Евгений Мефедов и Сергей Долженков, прямо в здании суда, сразу после оглашения приговора, прокуратура объявила о новом подозрении. Уже по другой статье, 110-й. Эта статья звучит как призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины. Насколько я знаю, сейчас как раз избирается мера пресечения в одном из судов Одессы. И возвращаясь к беспорядкам, которые произошли в Черноморске, хочется еще сказать, что около 20 правоохранителей пострадали, получили различные повреждения. И открыто по факту этих беспорядков уголовное производство, по статье «Групповое хулиганство». Но пока нет никакой информации о задержанных. Такая информация, Катя. Андрей, спасибо тебе за последние новости. Андрей Анастасов был с нами на связи с информацией о слушаниях дела 2 мая. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!